Зашел по приколу в случайное лобби, 8 человек, иностранцы позволяют за все нации сыграть. Я просто, ну, точнее, не дали за Томирис сыграть, но зато за Амониторе Нубию. Я уверен, что это единственный мой шанс когда-нибудь в сетевой игре сыграть за Нубию. Ну, если только не считать какие-нибудь дуэли. Да, и, конечно, всем привет, вы на канале Леша Играет. Поэтому, я думаю, это будет быстрая партия, тут много людей повыходит. Чисто ради интереса. В чем крутость? Во-первых, все районы быстрее строятся. Просто плюс 20% при соответствии всех районов, а еще плюс 40%, если рядом находится Нубийская пирамида. Правда, ее можно только в пустыне построить. Ну, Нубия часто в пустыне появляется. Плюс 50% производства при создании юнитов дальнего боя. Все дальнобойные юниты получают плюс 50% к боевому опыту. Рудники, ну, в общем, это очень-очень круто. Где тут их пирамида? Просто хочу посмотреть, что она строится только в пустыне. На холмах пустыни, ага. Да. Отлично. Ну, я смогу, например, вот здесь построить, так что я не буду никуда ходить. Ставлю тут сразу город. У меня еды еще, к тому же, дофигища просто. Сходим, посмотрим, что у нас тут есть. Я на производство. Пойду. Нам надо быстро три города поставить, поэтому я попропускаю ходы. Так, животноводство, наверное, гончарное дело. Я здесь обработаю потом пшеницу. И shift, enter, чтобы через три хода можно было поселенца строить. Лобби иностранное. Ну, сразу варвары. Ну, вот тут где-то можно будет раз, два, три где-нибудь вот сюда город поставить следующий. Отлично, я встретил культурную ГГшку сразу, получил бонусы к культуре, это здорово. Создать правительственную площадь. Ну, когда-нибудь я ее создам. Так уж и быть. Ну, что, кто-то вылетает уже, что ли? Нет. Пока все на месте. На восьмерых случайное лобби. Я не верю, что до десятого хода никто не вылетит. Ну, или не выйдет. Тут, кстати, играет куча крутых наций, которые обычно... О, сейчас будет ГГшка пытаться мочкануть. Снова поселенец долго строится, видите? Ну, это из-за того, что производства у меня нету. Вот так сделаем хотя бы шесть ходов. Может, мне эту купить? Пять ходов. Три, шесть, три, пять. Вот так лучше. Так было бы через два хода вырастить, но надо... Чтоб быстрее строился. Отлично. Я просто не хочу, наверное, сейчас... Хотя... Вряд ли. Хотя... Я просто пойду вот так. Ну, так, сей чудо. И самое лучшее. Прямо скажем. Так, давайте пока международную торговлю открывать. Плюс пять, плюс пять юнитов. И веру. Естественно, мы бог кузницы попробуем взять, чтобы... У меня еще быстрее строились юниты. Ну что? Блин, и не убиваю. Даже не стоя на карточку. Ладно, идем дальше. Что нам стоит исследовать здесь? Какао. Ну, это орошение животного... Давайте пока горное дело. Я, наверное, в следующем опять еще одного поселенца буду строить. Ну, не должен... Не должны, по идее, этот... КГГшка... Забрать... Лагерь. Будем дуболом атаковать. Ой, блин, ну что вот это? Ну, блин, ну... Ой, блин. Это не очень хорошо, потому что мне везти... Поселенца... Так. 4, 2. 4, 2. Все равно. 6, 2. Не, давайте так. Расти надо. Вот мне единственное тут, что мне не очень нравится, что производства нету. Ну, тут они общаются, что... Тундра ему досталась. Ну, блин. Ну, как так? О, еще и Буэнос-Айрес встретил. Первым причем. Это здорово. Это здорово. На самом деле. Ну, давай, Мохенджи, не забирай лагерь, пожалуйста. Будь. Блин. Тварина. Ладно, я тебя запомнил. Ну, да, вот сюда я хочу идти. Я туда и пойду, и сразу следующего поселенца. Причем, я думаю, где-то вот сюда надо будет вставить. Я сейчас город поставлю и схожу туда дуболомом посмотрю. Ну, там явно неплохое место. Так, 2, 8. А так... 1, 10. Вот так лучше пускай вырастет город. Вообще нету производства вокруг. Ну, я камень, когда обработаю, появится производство. Ну, вот у меня только 2 клетки с 2 производства. Может, купить на самом деле. Ну, наверное, этого дуболома убьем. Тут хорошее место. Ну, убьем. Здорово. Так, дальше. Давайте раннюю империю начнем. Пока не обработали. И у меня очень быстро открывается все, потому что я Махенджидара быстро встретил. У меня культуры немерено. А Буэнос-Айрес дает к производству районов и зданий. Чудес света зданий и районов. Но пока мне нечего строить. Ну, я бы не менял. Я бы не менял. Три города быстро поставим. Потом надо стоп. Вот что я еще. На производство надо. 7 ходов. Но у меня нету лучше, больше производства. Наверное, все-таки эту клетку стоит купить. Я начинаю думать об этом. Она сама добавилась. Три, шесть. А если так? Четыре, пять. Давайте так. Я хочу все-таки быстрее поселенца получить. Я думаю... Тут тоже как бы производства особо нету, но... Я вот куплю вот эти клетки. А их надо будет покупать. Тем более, эта культура дает. Из сорок. А это производство будет давать. И нормально. Пускай пока город растет до максимума. То есть, я тут буду чисто... Даже вот так сделаю. Пускай чисто еда используется. О, кого-то встретил. Вон еще он с прачника. Письменную всюскую... Австралию встретили. Вот проблема, конечно. То есть, ему объявляешь войну, и он кучу производства начинает получать. Но если он мой единственный сосед, то и мне ему придется объявлять войну, и выносить. Вопрос, насколько далеко он находится. Что у нас со счетом? Я первый, кто второй город поставил. При помощи прачника. Животномодство открыто. Ну, давайте... Давайте три хода лук пооткроем. Это мой уникальный юнит. Мне его надо реально открывать. Наверное, бог кузницы кто-то раньше возьмет. Так, растет городок. Отлично. Надо идти сюда, чтобы поселенца защитить. А тут австралиец может как-нибудь подгадить. А вот и первый вылетел... Или ушедший, или вылетевший. В общем, за русского играл. Чувак возмущался, что у него тундра взял за Россию, как раз которому тундра офигительно подходит. На каком ходу? На 14-15. Здорово. Не будем с ним дружить, правда, я не очень понимаю, где я его встретил. Так, ну я сюда вот пойду город ставить. Потому что тут пустыня. Мне надо около пустыни ставить, чтобы вот эту пирамиду делать и рядом с пирамидой строить районы, которые будут... Правительственную площадь мне, похоже, надо вот тут ставить. Около вопрос... Могу ли я ее в пойме строить? Там, по-моему, в пойме какие-то проблемы с районами. Ага, вот скаут русского. Раннюю империю открыл очень быстро. Ну, мне пока нету смысла менять карточки, пока я пантеон не получил. Поэтому давайте в мастерство пока пойдем. Ну и в столице надо бы строителей, конечно. Так, тут подрастем. Надо вырасти до максимального возможного, а потом уже строить дальше. У меня, видите, тут есть еда для роста. Петр постоянно мне что-то посылает. Достаточно довольства. Польшу встретили. Увидеть бы еще где. Жду приказа. Блин, где ты нафиг? Так, так, так. Взяли ли бог кузницы? Похоже, взяли бог кузницы. Надеюсь, это не кто-то из моих соседей. Давайте вот веру, равную количеству полученной продукции, тогда богиню урожая. Все, теперь можно менять карточку. Так, ну и где мне предложат ставить город? Я бы, наверное, тут ставил. Чтоб больше пустыни было. Блин, ну вот это огромное количество джунглей мне не очень нравится. Буду честен с вами. Зато стрельбу из лука открыли. Что у нас с наукой? 4,9 у меня, у Польши 3,6 3,1 культура 4,8 2,1,7 Ну, это вот к вопросу как классно найти в начале культурную ГГшку. Так, тут уже несчастье пошло, поэтому отключаем рост. Покупаем вот эту клетку. И вот так делаем. А в мастерстве я сейчас как раз поставлю плюс 50 производства при подготовке антикавалерийских юнитов ближнего и дальнего боя. Как раз мои вот эти лучники. И пойдем австралийца искать? Русский тоже где-то вот тут, а вот где меня поляк нашел откуда, мне не очень понятно. Так, вот этот чувак тоже поставил второй город, тоже поставил. О, австралиец фиговый игрок, как мне кажется. Он все еще одним городом играет, этого можно идти выносить спокойно, несмотря на его там 100% к производству, надо найти его и вынести. план простой. Найти и вынести. Так, мастерство открыли. Назначаем магнуса в столицу. Здесь обрабатываем и идем какао обрабатывать потом. меняем карточки. Здесь пока просто производство поставим. и тоже уникальный юнит строим. Здесь пока растем. Все верно, если так. Ну, лучше так, чтобы деньги были. Просто я сейчас буду юниты строить, которые содержание начнут требовать. Ну, а здесь недовольство. я обработаю шоколадку. Надо бы, конечно, шелкать и обрабатывать. На самом деле, я шоколад попробую, а потом пойду шелк обрабатывать. Вот так. Сделаем и дальше идем в политическую философию. Дуболомы. Я, кстати, ни одной руины не нашел, между прочим. Так, пошли искать австралийца. Тут еще и жилья недостаточно. То есть тут вообще так, может, нельзя. А так. О, отлично. орошение открыли. Ну, давайте письменность. Хотя мне, блин, каменоломню надо, на самом деле. Ну, пока юниты у меня есть, мне бы, конечно, вот в мечника выйти. Ну, где мне варваров уничтожить? Ладно, давайте пока обработку бронзы будем открывать. Объявляет войну Кабулу Австралия? Что у него с армией? 143 мощь. То есть у Австралийца все-таки куча армии на самом деле. Мм. Ну, в любом случае мне надо найти кого-то хотя бы до того, как начинать тут войны развязывать. Так, сколько там до конца? 9 ходов. Блин, мне надо выйти в мою эту пирамиду и ее построить. Блин, тут уже несчастье тоже надо заканчивать расти и начинать заниматься производством. не все так просто с австралийцем все-таки и лагерь варваров мне надо уничтожить какой-нибудь, чтобы очки за это получить. несчастье несчастье кончилось этот еще может вырасти здесь здесь нету смысла расти здесь пофигу пофигу пока на содержание есть так что строим этих лучников лучше всего конечно атаковать мечниками будет здание у Еревана было откуда я два очка от мироя что-то в мироя две веры дворец что-ли две веры дает нет Ереван что-ли две веры дают а точно отлично еще опыта столько получают вообще так 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 амбар тут не нужно давайте торговца а тут лучников продолжаем строить где же ты австралиец приди ко мне вот сюда надо город поставить ну что каменную кладку идти ускорять или идти еще шелк обрабатывать такой вопрос незамысловатый еще будет жемчуг тут так пять ходов четыре хода значит шелк просто тупо быстрее не знаю как я эту пирамиду построю наверное никак где варварские лагеря какие так одного я варвара убил да сейчас я убью второго лагеря вон польша значит польшу будем захватывать и от третьего похоже не убью пошли к польше моджо джоджо это кто это поляк объявил русскому войну и сколько у него армии 27 неужели он у него поселенца забрал просто повыше у магнуса тут кстати можно же под магнусом это все удалять но пока не буду так значит в сторону польши бежим так мне бы копейщика еще на самом деле ладно продолжу лучника сколько у меня лучников четыре пока пять шесть построится должен поляка захватывать должен тем более в античности нету штрафа за объявление войны но мне а я уже уничтожил трех варваров здорово блин мне бы лагерь варвар ски уничтожить то получается я не выйду в золотой век очень этого не хочется буду откровенен шесть ходов будет дуболом бежать еще эти лучники на три хода бегают очень крутые так прекращаем тут расти это я оставлю производство оставляем вот это можно переключить не знаю сюда переключим да е-мое так тут все правильно у нас здесь еще один ход можно подрасти мои лучники будут супер прокаченные на поляке просто конечно возьму ли я его то есть мне нужно все-таки копейщика построить не так много производства как хотелось тиши австралийц откуда он приперся вот по этим холмам откуда то шел долго долго о вон города поляка да у меня дубалом как-то долго идти будет если я ему сейчас объявлю войну он даже может быть успеет что-нибудь построить австралийский о железо есть мне бы его обработать чтобы мечника получить между прочим слушай давайте мы купим рабочего здесь топ 5 содержание у меня правда денег на апгрейд не будет пошли сначала в деньги тогда зайдем так обмирую давайте поселенцы сделаем юнитов пока больше не строю пойти тут поселенцы этот растет содержание содержание великовато будет блин 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 давайте строителя просто еще построим одного ну и конечно крен я сейчас выйду в золотой век надо 24 какой-нибудь получается вообще 17 16 21 вот рим почти выходит и в темные века выходят вот эти вот эти два где какой лагерь варваров ну ребят серьезно так вот столица польши о поляк вышел я думаю что он понял что я на него нападаю ну значит можно нападать тут как бы компьютер не особо умеет воевать можно 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 даже дуболомом просто идти поздно не захватывать понесли понесло понесло понеслось отваливание вот она игра в случайном лобби ты решил гайд сделать зашел увидел что почему они выходят из-за того что кто-то другой вышел вполне могут выходить потому что на них тут готовится нападение ты отменили боже я чуть став за металлизм нет дружбу не заключил с польшей я сейчас согласилась я тут бы как дурак с дружбой железо и колесо ускорили я давайте деньги а потом мечника откроем но там эти чуваки вышли потому что под осадой а здесь поляк просто увидел что я его иду захватывать нас подойдет ко мне караван я его разграблю варвары меня обстреливают ну кстати не так уж и больно он по городу бьет 17 силы он правда нету никаких губернаторов так дальше можно в этом городе не расти здесь тоже ну ну кто еду начинает обрабатывать надо в осаду его взять блин там караван в другую сторону побежал сколько зарядов три заряда здорово обычный век вышел здесь берем олигархи надо было сначала брать олигархи а потом уже обстреливать как содержание юнитов плюс два к влиянию вера давайте может поселенцев два хода до кампусов ничего не два хода можно построить ну давайте воина потом тоже апну в мечника один ход два хода мне что-то надо два хода открывать давайте военную традицию мистицизм пооткрываем раз напоздно не прокачаю лучников своих ну и почему оно не в осаде вот только сейчас в осаде так ну пожалуй вот сюда надо чтобы как-то с польскими городами связаться один ход давайте монумент нет строителя надо вырубать вот тут все этим строителям пойду вырубать ну просто блин два хода все равно это было два хода прошлым ходом показано какого хрена она сейчас два хода показывает ну ладно давайте драму и поэзию пока потом переключу просто эта карточка на плюс 50 процентов к поселенцам захватывается город так насколько сильно отваливается там столица просто большая хотя четыре жителя такая уж она и большая не буду пока камень обрабатывать я лучше здесь джунгли повырубаю храним город что мы тут построим давайте сменим на открытие мистицизм два хода теперь мистицизм тут все мое что у них там меняется постоянно что у нас по армии я наверно там не один кто нападаю а этот дуболом умрет так мне надо дождаться все-таки мечника из него сделать дальнобойных атак и тогда краков очень быстро упадет ну что подождем вообще с другой стоять следующим ходом город поставлю и обработаем как раз камень тут вырубка тут вырубка строим не хочу пока начать давать еще одного строителя тогда как раз вырубим на строителей здесь поселенец завершён вот тут уже центр коммерции можно строить кстати я еще не открыл мою вот эту пирамиду на прослечивку дальше буду открывать видите нельзя ставить на поймах вот эта проблема будет нельзя районы на пойме поставить ладно так как сильно сейчас отваливается 67 нормально успеем так наверно сюда надо тогда вести действительно там что табак есть денежка пришла апнемся стоим ждем открытия мечников ставим город поминалом я центр коммерции сразу кто тут ждать вырубаем вырубаем правительственную площадь где мы можем поставить блин плохо может вот сюда я не могу эту клетку купить почему я не могу ее купить вот так сделаем так потом так и так и ставим правительственную площадь здесь да отлично вырубаем почему это надо было тут собрать тут надо было собрать медь а не строить я не прав два посла пока некуда отправлять меняем политический курс на долл от путей ну там какую-то ггшку а петру великому колецком непонятно все ясно блин всех прокачки еей мечники так кого следующую бину не на меня нападают я нападаю нуля уж и дополнительные очки рабочим дамы и в элькуру наверно но и блин там варвары так мы встанем дарите можно сюда зайти он не может захватить пойдем в эту сторону если там варвары не заберут мы сможем обработать там клетки про мартимеды построил отлично вот я поляка заберу у меня неплохой старт будет если вы конечно заберу следующим ходом обменяемся юнитами блин гадский варвар ладно 122 этого можно отправить пропутать пенечку этими все-таки пойдем здесь просто ты табак и жемчуг кстати давайте откроем мореходство чтобы жемчуг можно было обрабатывать ресурсы тем более ресурсы на роскошь тем более когда так много городов у вас это первоочередные точки для обработки у вас города росли и не и не было недовольцы недостаточно удовольствия это уже штраф к производству получается что очень нехорошо ну соберу краков тогда про апгрейджу тратора за трояна 4 секрам компьютерами тут окружен сейчас тотально поздно не успевает отвалиться шелк что он тут строил священное место за польшу блин варвары нехорошие прям бежит за моим поселенцем тут стоим ждем существующих живых игроков осталось это компьютер это компьютер это компьютер живой игрок живой 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 ну вы понимаете что желательно очень желательно не терять юниты это все понятно я думаю так смогу сейчас мечником просто мечником забрать да отлично теперь апгрейдим наши юниты и идем последний город забирать по-моему это последний город у поляка все равно тут на поздно уже плюс 5 так рынок рынок приходится рабочих немножко прятать из-за этого варвара ну кстати петру эту день смогу построить почему не то что это компьютерная хрень вот это куда вот поляк своим поселенцам поперся вот поляк своим поселенцам поперся и и и и и и и и и Блин Мне прям хочется мечника сделать и убить этого скаута, не знаю, что тут у меня есть по-быстрому сделать. Вот разведчика, один ход, отлично. Так, самбар надо. Продолжение следует. я не понимаю до сих пор откуда австралийц приперся своим дуболом где-то тут что ли он ну империя самая большая конечно у меня здорово что поляк мне принес поселенца сейчас меня австралийц войну наверное объявит хотя он не должен по идее убить так ну следующим ходом в рот слов падает должен упасть рынок француз предлагает правопроходы нет конечно австралийц объявил войну едвиги чтобы захватить этого и не успел а а и и и Все Польши нету Все Города начинают работать Польские Сразу Контрекоммерция О, чудо Надо увидеть его Только ходукова я в золотой век выхожу Так Вон города Австралии где Блин Сколько у него силы Как бы он не решил на меня напасть 215 Он может на меня напасть Мне тогда город поставить Наверно вот тут надо ставить На реке Вот сюда Блин, что-то я не догнал что Ощущение было что он сверху пришел понимаете Надо возвращаться Армии На этом пока все Продолжение будет завтра Спасибо что досмотрели до конца Я Алексей Халецкий тот кто сделал это видео Пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк Оставить комментарий И поделиться этим видео со своими друзьями Или в социальных сетях А также посмотреть другие мои видео Ссылки на которые вы видите сейчас На своем экране Играйте в умные игры И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok